МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это 100-летие вооруженных сил большой страны под названием Россия. Я хочу поздравить всех причастных, всех военнослужащих или всех ветеранов вооруженных сил, а также жен военнослужащих, детей. Это отдельная варна. Я вам скажу, что психотипы людей военных, которые, ну, обязательные, которые очень быстрые на подъем, или жен военных, которые тоже хорошие подруги и которые очень быстрые на подъем, это, ну, такая социальная прослойка, которая во многом держит эту страну. Даже причем не только с точки зрения обороны. Они создают необходимый темпоритв, они создают необходимый уровень ответственности. Я хочу поздравить с этим праздником. Столетие – это большая дата. Она символизирует, во-первых, величайшее достижение вооруженных сил за всю 100-летнюю историю. Но сегодня я хочу поговорить о вещах, которые, ну, будут касаться следующего столетия. Вчера я разговаривал с одним 17-летним парнем, который ходит ко мне на занятия, мы занимаемся ораторским делом. И вот он задал вопрос, что он начал интересоваться различными там философскими там течениями, да, и очень увлекся космополитизмом. И его очень увлекла идея, которую высказал один из космонавтов западных, американских. Он посмотрел в иллюминатор на Землю и вдруг сказал, что вот, я теперь понимаю, что я гражданин Земли, да, и понятие там Родина, Отечество для меня стало пустым звуком. И этот молодой парень смотрит на меня горящими глазами, я понимаю, что это его вдохновляет. И он смотрит точно так же на планету Земля из окна иллюминатора. И, в общем-то, ну, я вижу, он перестает различать. А ради чего тогда создаются вооруженные силы? Ради чего тогда люди жертвуют жизнь? То есть вот тут для молодежи начинается достаточно большой список вопросов, на которые, если их начинать задавать, они теряются, они не знают, что отвечать. И вот этот разговор меня навел на мысль, что мы с вами, уделяя большое внимание развитию вооруженных сил с точки зрения шестого приоритета, то есть с точки зрения развития самолетов, средств ПВО, танков, да, вооружения, экзоскелетов, да, боевой выучки солдат, мы вкладываем огромные деньги вот в эту часть работы, но при этом мы не доплачиваем, например, тем людям, которые занимаются работой с молодежью, с теми самыми людьми, которые будут воинского сословия через 5, 10, 15 лет. И не дай бог, что случится, они должны будут делать то же самое, что делали наши деды, прадеды и в 1918 году, когда речь шла о войне с Германией, о завершении войны с Германией, да, и о 1941, и войной на Холкинголе, и в Финляндии, и все последующие конфликты и на территории России, и за ее пределами. Вот зачем все это делается? Мне кажется, вот сегодня, в день столетия вооруженных сил, да, день защитника Отечества, поговорить на эту тему не просто нужно, но и важно. Сегодня праздник звучит «День защитника Отечества». Я предлагаю начать с понятийного аппарата, что такое Отечество, и о чем, собственно говоря, идет речь. Когда я у 17-летнего парня спросил, а в чем разница между Родиной и Отечеством, он, конечно же, не нашелся, что сказать. Для него это абсолютные синонимы, и, в общем-то, это игра слов. А на самом деле там зарыт очень, ну, заключен, очень большой смысл. И нам, военным людям, надо его распаковывать и вкладывать в головы молодых. Родина – это земля, на которой живут люди. Родина женского рода – это земля. Земля тоже женского рода. Это та самая сущность, которая оплодотворяется, и на которой живут, растут, расцветают люди. А Отечество? А Отечество, получается, это небо над землей. Это тот строй отцов, которые добились того, что мы с вами сегодня рождены, и которые сделали это своим трудом. Не только на Устанка, там, или в поле хлебном, да, но они сделали, прежде всего, ратным трудом, потому что на протяжении последней тысячи лет, последние тысячи лет, страна под названием Россия находится в постоянном давлении извне. Причем это давление, оно вооруженное. Это набеги, это воровство людей, это работорговля. Вспоминаем английское слово «слейв», да, славянин. Это синоним слова «раб». Это закладочка ментальная, которая сделана на Западе прежде всего потому, что эта территория, которая сегодня называется Россией, причем большой Россией, туда входит и Белоруссия, и Прибалтика, и Украина, и даже страны Балкан, только Балканы отошли, да, после турецкого вторжения, это территория, на которой, в общем-то, брались все ресурсы, и прежде всего человеческие. И вот для того, чтобы уберечь народ, живущий на этой земле, отцы воевали, да, не за жизнь, а на смерть. И вот строй умерших отцов каждого рода, это и есть отечество. И в данном случае это вещь нематериальная. То есть можно было назвать «день защитника Родины». То есть мы стоим за территорией, а все, что больше нас не интересует. А территория – это, ну, вещь видоизменяющаяся. Тут одни магазины, тут другие, стояли такого типа церкви, потом другого. А отечество – это вещь более принципиальная. Отцы стояли за принципы, стояли за ценности высокого порядка, ради которых можно было положить жизнь за други своя. Вот прежде всего за отечество, за принципы, за которые положили жизнь наши деды и отцы, которые составляют, собственно говоря, отечество. Я начал этому 17-летнему парню объяснять, и вдруг столкнулся вот еще с какой проблемой. Ну, на все такие подачи, которые связаны с вопросами жизни и смерти, длиной жизни, договорами, которые человек заключает с собой, с совестью, с небом, со своими целями в жизни, ребенок этот мне ответил, ну, я в это не верю, я атеист, я этого не понимаю. По большому счету у человека очень сильно развит мозг, он реально очень хорошо соображает, у него логика шикарная, он на лету хватает все логические построения, причем комбинаторные. Он очень хороший будет парень лет через 10 с точки зрения управленческой борьбы. Он может быстро анализировать вход слева, вход справа, но все это на очень логичном таком рациональном уровне. Как только касаешься иррационального, а отечество это иррациональная вещь, сущность, да, человек сразу выпадает в осадок, он вообще не понимает, о чем идет речь. Сердце выключено, он не чувствует. Я говорю, а ты когда-нибудь плакал, например, на похоронах? Ну, или если тебе приходилось быть в церкви, например, у иконы, ну, той же, например, Ксении Петербургской. А вообще есть такие? Он говорит, нет, я такого не чувствую, не понимаю и так далее. Ну, я говорю, значит, еще времени пришло. Но с другой стороны, я себе понимаю, что в детстве, парню 17 лет, он родился в 2000 году. Вот с 2000 года, пусть упору, количество фильмов, связанных с Родиной, количество фильмов о Великой Отечественной войне, количество фильмов, а как еще можно ребенку это показать визуально, количество походов в музее 35-й батареи, да, количество мероприятий, связанных с 23 февраля, 9 мая, те же бессмертные полки, было недостаточно. Нет порогового, да, уровня срабатывания вот того, чтобы клапан в сердце раз и включился. Чтобы у человека, кроме на первом месте ум, да, а на втором месте сердце, хотя бы сердце просто включилось, его там просто нет, он не чувствует. И вот это, мне кажется, тоже есть основная проблема информационной войны. Нас с вами, людей военных, да, людей, которые имеют опыт и советского периода, опыт службы в вооруженных силах Советского Союза и сейчас. Мы понимаем очень многие тонкие вещи, но мы не даем себе труда детям это объяснять. Причем очень часто бывает ситуация, что мы объяснить-то это лоб в лоб и не можем. У нас слов не хватает, мы к этому не готовы, нас этому не учили. И получается, что третьего кино, ролик, да, ну даже вот пример с 28 панфиловцами, фильм, который вышел в 16-м году, два года назад. Вот этот фильм с точки зрения вот такой вот работы, это достаточно серьезный прорыв. Получается, что только в 16-м году мы начали хоть каким-то образом компенсировать те пробелы, которые за последние 17 лет у нас допущены при работе с подрастающим поколением. А теперь давайте вернемся к общему стратегическому планированию. Мы же люди военные, мы сегодня празднуем столетие вооруженных сил. Давайте посмотрим на эту ситуацию с той стороны, что это проблема с нашим молодым поколением, с теми самыми призывниками, которые буквально через год уже могут идти на воинскую службу, с теми же людьми, которые, не дай бог, случится 2-е, 22-е июня, да, они должны будут пойти на призывные пункты и так далее, и так далее. Вот эта работа нами не делалась, но может быть, возможно, ситуация, что с той стороны те военные люди, которые сидят в тех генеральных штабах, они эту ситуацию и закладывали. Всегда есть оглашаемая часть «мы не работали», а всегда есть умалчиваемая часть «а почему мы не работали?» А может быть созданы условия, при которых работать некому, нет кадров, да, а люди, принимающие стратегические решения перехваченного управления, они стратегические решения в этом направлении не принимают. И получается, что военно-патриотическая работа с молодежью, связанная с воспитанием, ну, простых ценностей, что такое Родина, что такое Отечество, в чем смысл жизни мужчины, как человека русской общины, да, а не атомизированного торговца, который купи-продай, и у него один вопрос в окружающий мир, а что мне за это будет? Вот эту часть работы мы с вами с точки зрения мягкой силы, невооруженной, его можно, конечно, там, посадить на голову в вахту, если он будет служить, да, его можно там заставить драйвить, там, я не знаю, кухню, несколько нарядов, да, вне очереди. Я понимаю, это не практикуется сейчас у нас, но, тем не менее, можно как-то человека физически воздействовать, но это не даст тех же результатов. Нам нужно в военных структурах, которые занимаются обороноспособностью страны, причем обороноспособностью Родины, то есть территории, на которой мы живем, заняться еще и вопросами обороноспособности Отечества, то есть того, что находится на ментальном или на сердечном уровне в сердцах наших юношей, которые через 10 лет будут, ну, вообще управлять этой страной, а через 5 лет они будут оборонять ее, они будут военнослужащими по факту. И получается, что вот эта часть работы, по умолчанию мы ее не делаем, а по оглашению, а по умолчанию мы ее не делаем, потому что это невыгодно нашим вероятным противникам, нам нужно эту часть работы делать. То есть, по большому счету, нам с вами, кроме структур, связанных с политической и военной разведкой, нам необходимы структуры, связанные с информационной, демографической и образовательной разведкой, для того, чтобы мы с вами имели полную картину мира. Причем полную картину мира, прежде всего, с точки зрения человеческих ресурсов. Война — это прежде всего, вероятная война, это прежде всего расчет сил и средств. И это расчет сил и средств противника, да, его оперативно-тактических возможностей, расчет сил и средств наши с вами и наши с вами человеческие ресурсы. Прежде всего, состояние наших с вами человеческих ресурсов в возрасте, условно, от 17 до 35 лет, призывных возрастов. И получается, что у нас есть целый фронт работы, к которому нужно приложить руки, к которому нужно приложить знания, технологии и полностью перехватить управление. Я вам скажу, что сделать это прямыми назиданиями, митингами, построениями, лекциями или семинарами невозможно. Это делается прежде всего мягкой силой. Мягкая сила от прямой силы отличается тем, что она идет в обход сознания. Она идет на уровне навыка. Человек сходил в меганом, в кино, да, посмотрел военно-патриотический фильм Соединенных Штатов Америки, увидел флаг, да, страны вероятного противника, да, и, собственно говоря, у него в сердце посеялось некоторое ощущение того, что... А о чем, собственно говоря, речь? Какая родина? Мы все жители одного мира. Вот есть центр управления, а мы его предаток, мы колония. Это все неосознанно, это все не вербализуется. И тогда получается, что в кинотеатрах, которые фактически являются инструментарием, ну, англосаксонских кинокомпаний и прокатных мейджоров, центры которых управление находится в Лондоне и в Лос-Анджелесе, а по факту это является инструментарием генеральных штабов, означенных стран, которые занимаются информационной работой на территории своего вероятного противника, а это с трех раз можно не гадать, это мы, получается, что у нас с вами есть экспансия вот на этом фронте и на этом театре военных действий. И это есть главный итог прошедшего столетия. Сто лет прошло со дня рождения вооруженных сил. По истечению этих ста лет мы с вами можем уже подводить итоги, что сделано правильно, что несправильно. Какие мы обрели победы на поле боя на шестом приоритете силой оружия, и какое поражение мы потерпели в 45-м году на других приоритетах. Кстати, 24 июня 1945 года парад победы проводился именно в этот день. Хочу напомнить, что 24 июня – это день английского масонства. И парад победы в этот день, когда мы своими бросками штандартов немецко-фашистских войск, мавзолею Ленина, мы демонстрировали английскому масонству то, что случилось как промежуточная победа. Мы все прекрасно понимали, и Сталин это понимал, что война-то была вложенная. Мы воевали в данном случае с инструментарием английского генерального штаба, который, и американского в том числе, который использовал Германию, а Гитлер это был просто всего лишь навсего агент английской разведки. Это и Дюнкерк подтверждает, это и его знаменитая запрещенная на территории России книга «Mein Kampf» подтверждает. Фактически эта книга является заявлением наступления в английскую разведку. То есть это был инструментарий, и мы сражались с инструментарием. И операция «Немыслимая», о которой много говорят, но эти документы до конца не рассекречены, говорит о том, что это всего лишь навсего была попытка обрушить Советский Союз, Большую Россию, для того, чтобы, используя ее слабость после войны, тем не менее нанести завершающий удар. Этого не случилось во многом благодаря и нашим дипломатам, во многом благодаря усилиям стратегических планировщиков русского генерального штаба, который ведет свою преемственность из генерального штаба Российской империи. И вот получается, что в рамках генеральных штабов нам с вами стоит задуматься не только о материально-технических аспектах обороноспособности Отечества. Нам с вами нужно подумать об иррациональных средствах ведения войны, которые прежде всего упираются в мягкую силу и прежде всего упираются в работу с молодым поколением, с теми самыми призывниками, которые через 10-15 лет будут управлять этой страной, которые сегодня заражены, например, пример я привел в самом начале эфира, вирусом космополитизма. Да какая родина? Да мне самое главное, чтобы жить хорошо, чтобы на столе было, чтобы машина была хорошей марки, чтобы айфон, чтобы девочкам нравится. И больше меня ничего не интересует. Так рассуждают некоторые молодые. Я не говорю все, но их число достаточно значительно. И мне кажется, что в этот праздник столетия Красной Армии, которая является... Указ-то был подписан Троцким, но на самом-то деле... Указ об организации, да? Но на самом-то деле это все делалось генералами Генерального штаба Российской империи. Вообще Октябрьский контрпереворот, который финализировал либеральный переворот в Февральске, это был перехват управления у глобалистов, которые уже собирались делить Россию. И русский генеральный штаб Российской империи, Борис Михайлович Шапошников, как потом глава советского генерального штаба, а это был офицер русского генерального штаба, это отдельная каста. Возможно, стоит подумать над тем, чтобы дополнить структурно недостающие органы управления. Нам с вами кровь из носа необходимо заняться информационной работой с населением, с подрастающим поколением, прежде всего по вопросам ценностным. Вот тем самым, по которым у нас конь не валялся. Наши дети смотрят американские фильмы с утра до вечера. Они смотрят, они воспитываются на американских мультиках, они смотрят американские фильмы. У них детство прошло под флагом там тех-тех-тех героев, которые являются не наши. Они совершенно не привиты объемом информации, который не может быть подан прямой пропагандой, которую бы производили мы. Возможно, стоит создавать киностудии, возможно, стоит создавать русские Голливуды, которые были бы обращены прежде всего на эту часть работы, для того, чтобы вот таких вот диалогов... Да что такое Родина? Что вы мне лечите мозг? Это все прошедшие времена, и сегодня это не актуально. Это не актуально ровно до тех пор, пока, не дай бог, не случится 22 июня, и когда к этому молодому поколению не придет осознание того, что по планам наших вероятных противников нас быть на этой планете не должно. Они это нам демонстрируют последнюю тысячу лет. Именно поэтому вооруженные силы большой России, как бы ни называлась эта страна. Вот даже представьте себе, мы с ним еще начали спорить, вот на какую тему. Он говорит, ну, сегодня Россия, раньше Советский Союз, потом Российская империя. Это разные страны, это вот абсолютно противоречащие и конфликтующие с собой государства. Я говорю, секундочку. Ты сейчас говоришь о надстройке. А на земле, которая называется Родина, живут люди, и они из поколения в поколение рождаются в определенных родах. Страна не меняется. Она меняет свои названия, она меняет свои аватары, она меняет свои надстройки управленческие. Но при этом ценности низшего уровня, воинские кланы глубокого залегания, роды, вот тех самых военнослужащих, у которых и деды служили, и прадеды, и сражались в войнах 19 века и 18 века. Вот это и есть золотой фонд того, что держит небо над этой Родиной. То, что и есть Отечество. И вот эта часть работы, мне кажется, на ней стоит сегодня артикулировать наше внимание, мы, конечно, будем друг друга поздравлять с праздником, 100-летие вооруженных сил. Мы, конечно, будем вспоминать победы и поражения. Но мне кажется, нам надо еще подумать на тему, что мы можем сделать. Деятельное управление, оно заключается в том, что мы делаем сегодня, завтра, послезавтра. Причем на уровне действий туловища здесь и сейчас. Мы с вами должны записывать ролики, мы должны идти в интернет, мы должны общаться с молодежью. И делать это не исключительно на прямых мероприятиях, которые очень часто заражены, знаете, таким вирусом пафосности излишней и лицемерия. То есть дети эти, 17-летние, стоят и видят, что ораторы, которые говорят о тех или иных ценностях, они сами в них верят только наполовину. Ну, или исполняют обязательства. А нужны вещи, которые заходят в сознание со стороны. Это прежде всего мультфильмы, это прежде всего фильмы, это молодежные фильмы, это патриотические музыкальные клипы, и чего стоит, например, тот же знаменитый клип на песню «Басты родная», да, который сняли энтузиасты, да, и сделали, увидели вы на ютубе этот ролик, да, он посвящен дедушке старому, который, ну, посмотрел на нынешнюю молодежь. Вот таких фильмов, клипов и роликов сегодня надо в десятки, в сотни раз больше. И эту часть работы должны возглавить военные, те самые люди, которые даже могут себе не отдавать отчет словами, что такое отечество, и чем оно отличается от родины, но которые сердцем это чувствуют и понимают, что нужно делать в стратегическом планировании нашей с вами штабной работы русского генерального штаба. Русский генеральный штаб – это не только набор элитариев, которые сидят по определенному адресу. Русский генеральный штаб – это то, что генерируют потомственные военные своими головами, задают повестку дня и форматируют картину будущего. Так вот, чтобы русская победа, победа русской глобализации, завершение тысячелетней войны против России состоялось, нам с вами нужно сгенерировать основные направления работы с подрастающим поколением, потому что мы-то свою зону ответственности пройдем, да, мы войдем в старость и, в общем-то, очень мало будем влиять на эти процессы, а этот флаг должны подхватить наши дети. И вот насколько дети подготовлены – это исключительно наша зона ответственности. То есть я предлагаю в это столетие отмечать не просто там подзвон бокалов шампанского, поздравлений, да, общих, формальных, а еще и подумать о том, ради чего создавалась эта армия, что она обязана делать на поле боя, в подготовке, в маневрах, которая является предупреждением противника о том, что мало не покажется, ну и прежде всего работа в тылу, работа с населением – то самое, что является названием нашей передачи. Я поздравляю всех причастных к этому празднику, считаю, что причастными являются все без исключения русские люди, говорящие на русском языке. Это могут быть и пожилые люди, это и женщины, это матери военнослужащих, это жены военнослужащих. Вообще про жены военнослужащих я хочу сказать, что это золотой запас нашей страны, потому что эти женщины демонстрируют высокий уровень ответственности. То самое, что западные фильмы, да, выбивают из наших девочек сплошь и рядом, и они, в общем-то, выходят в взрослую жизнь, совершенно неприспособленными к жизни. И речь даже не о том, умеет ли она варить борщ, а речь вообще о том, умеет ли она быть подругой. Так вот, подруги в данном случае, в 100-летие вооруженных сил, это дорогого стоит. Я тоже их поздравляю с этим праздником, 100-летие вооруженных сил. Это величайшая дата в истории нашего государства. Счастье, здоровье, побед, причем на тех фронтах, на которые мы с вами еще не обращали внимания. И так, чтобы наша победа в глобальном смысле, а это речь идет о проекте русской глобализации, состоялась, и мы с вами ее точно так же, под звон бокалов шампанского, отпраздновали. Сегодня 23 февраля 2018 года. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова